МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт в туалетах обошелся более чем в 3 миллиона рублей. И при этом ждать несколько лет планового финансирования от Управления образования не пришлось. Руководство гимназии воспользовалось народным бюджетом. Обратилась к депутату Ларисе Лазутиной, и та стала заявителем по программе инициативного бюджетирования. Мы подавали в 2023 году заявку на ремонт в туалетных комнатах в нашей гимназии. И как вы уже увидите, то, что мы выиграли этот проект, и ремонт был осуществлен. Мы поменяли все. Сейчас сложилась такая практика, что деньги по программе «Народный бюджет» получают учреждения образования, культуры, спорта и делают это при поддержке депутатов Московской области или округа. Но закон не запрещает гражданам и самим создавать инициативные группы и просить финансирования под свои проекты. Практика инициативного бюджетирования действует на территории Московской области уже пятый год. За это время успешно реализовано в Одинцовском городском округе 55 инициатив граждан, на обеспечение и реализацию которых выделено десятки миллионов рублей. Особенность народного бюджета в том, что для получения денег надо заручиться одобрением не только чиновников, но и граждан, выиграть в электронном голосовании на портале «Добродел». Сейчас такое голосование идет и завершится оно 10 марта. Итак, как принять участие в программе «Народный бюджет»? Надо быть зарегистрированным на портале «Добродел», выбрать там вкладку «Народный бюджет». Перед вами откроется вот такое меню. Значит, выбираем Одинцовский округ, 2024 год. И перед вами открывается 20 инициатив. Кстати, в этом году их на 6 больше, чем в прошлом. Посмотрите, изучите. В каком-то смысле выбрать проект для голосования проще, чем выбрать йогурт на полке магазина. Потому что здесь вы можете проголосовать за все проекты. Единственное ограничение, что можно проголосовать только один раз – или за, или против. «Народный бюджет» – один из немногих механизмов, когда граждане напрямую могут повлиять на распределение бюджетных средств. Грех не воспользоваться. Тимур Гассин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова